Доброе утро! Она оказывает психологическую, информационную и практическую поддержку для рожающей женщины. Каким образом это происходит? Это прямо в пологах? За неделю, за месяц, за пять? Да, сопровождение обычно включает несколько встреч до родов, для того, чтобы познакомиться, определиться, чего женщина хочет, насколько она готова вообще к родам, достаточно ли у нее какой-то информационной подготовки. И потом, когда уже начинается процесс родов, доула находится от начала схваток вместе с женщиной, едет с ней вместе в роддом, все время в роддом и до рождения ребеночка. Все это время задача доула – обеспечивать комфорт, спокойствие, давать информацию о том, что происходит, подсказать, когда пора ехать в роддом, как правильно вести себя в схватках, в потугах. То есть никаких медицинских назначений доула не дает и рекомендации. Она может только рассказать, что происходит, помочь, подсказать. То есть ни в коем случае нет вот этой конфронтации между медицинским персоналом и доулой. Но при этом доула находится постоянно рядом с женщиной для ее поддержки. Ну и контролирует процесс, безумовно. Конечно, следит. То есть у нас в Украине, на жаль, много поганой информации из этого вопроса. Да, да. То есть девочки должны понимать, беременные, что ни врач, ни акушерка не находятся 100% времени с вами. То есть их задача совершенно другая. А вот доула – это тот человек, который будет 100% времени с вами, он будет там для вас, для того, чтобы защищать, в том числе, да, оберегать права. Вот. И постараться обеспечить выполнение плана родов женщины. То есть, например, если она не хочет кесаревосечения, там, или стимулирования и так далее, доула сделает все для того, чтобы помочь выполнить. Я так уже намалювала, это должен быть какой-то высший балл, но юрист, плюс до того, добра, нежная, тендитная, плюс до того, это же, взагалі, универсальный боець должен быть и досвеченный. Да, получается, ну, вообще высший пилотаж для доула – обеспечить состояние роженицы на уровне комфорта, раскрепощенности, спокойствия, уверенности, и защитить ее права, и при этом еще не вступить в конфликт с мест персоналом. То есть это такая очень тонкая работа. Поэтому доула, конечно же, должна быть профессионалом. У нас есть в Украине ассоциация фахивцев природного батькивства, которая сертифицирует доула, обучает. Вот я в Кировограде первая доула вообще, и сертифицированная в частности. Поэтому, конечно же, доула должна быть профессионалом, потому что многие девочки, которые, ну, вот специалисты в сфере естественного родительства, вот, которые тоже хотят помогать, вот, вроде с чистыми помыслами, но не имея вот этой профессиональной подготовки, могут навредить. Особенно это касается вот каких-то стычек с медперсоналом. Я так понимаю, что я вмешаюсь в ваши женские разговоры, просто мне кажется, что муж наполовину доула. Мне почему-то кажется. Да, вот идея партнерских родов – это когда женщину сопровождает партнер. Это может быть муж, подруга, мама. Она вообще очень правильная, и исследования показали, что сопровождение партнера, оно снижает, да, вероятность каких-то проблем. Но вот тандем партнера плюс доула – это, конечно, вообще идеальный вариант, потому что часто даже подготовленные отцы, которые прошли там вместе курсы для беременных, которые владеют информацией, попадая в такую вот ситуацию… Просто втрачает свидетельность и на том упроте и доула. Ну, вот может быть приблизительно так. То есть в некоторых случаях доула даже бывает больше для папы в родах, да, для того, чтобы успокоить, для того, чтобы дать информацию… Папа, господами, успокойтесь, все нормально, воды, воды. Да, объяснить, что происходит, потому что для мужчины, конечно же, ну, это стресс, не все с ним справляются, Потому что тут любимая женщина, да, находится вот в таком, ну, это не что-то тяжелое и страшное, но это такое, это серьезная работа, и ребенок тоже находится в этой работе вместе с женщиной. Соответственно, у мужчин логика как? Надо что-то решать, надо помогать, а то надо просто ждать. Вот, поэтому им бывает, конечно, трудно справляться, и доула тут очень хороший помощник для мужчин. А как долго нужно учиться? На такую профессию, возьмем это так? Ну, вообще всю жизнь, как бы, то есть пределов нет, но вот что касается, ну, вот я во всей вот этой вот теме беременности, родов и так далее, уже полтора года сертификацию я прошла два месяца назад, у меня уже были сопровождения прекрасные, замечательные, вот, то есть хочется делиться опытом, хочется помогать и все-таки рассказать побольше об этом, чтобы люди узнавали, потому что, ну, во всем мире профессия доула это норма, это норма взаимодействия между медперсоналами доулой, и даже сейчас в Америке идут разговоры о том, чтобы услуги доулы в рода включить в базовую медицинскую страховку, вот, то есть это вот уже на уровне, вот, must be. Это пошло, я так понимаю, пришло к нам из Америки, да? Америка, Европа, да, вообще профессия, ну, старая, то есть понятное дело, что женщины, которые помогали в родом, сопровождали, ну, то есть это было очень давно. Просто называют по-разному их, да, доула, дула там и так далее, в разных культурах тоже по-разному, но нужно понимать, что доула это ни в коем случае не акушерки, это не повитухи, это никакие, то есть это не инвазивная профессия, никаких вмешательств физических не должно быть со стороны доула. Если есть какие-то вмешательства, то значит она уже не доула, значит она уже либо акушерка, либо, вот, вот это тоже нужно очень четко разграничивать и понимать. Ну, приблизительно ценовая политика у нас по Украине. Знаете, очень сложно сказать, потому что, во-первых, и от региона зависит, и от каких-то, ну, не знаю, личных оценок, то есть, ну, как правило, вот с теми доулами, с которыми я общаюсь, это довольно такое большое уже сообщество, мы встречались в Киеве на международном съезде доул, то у большинства есть практика, как волонтерской деятельности при роддомах, то есть это ты просто приезжаешь и предлагаешь свою помощь всем, кому нужно. Ну, до индивидуального, там, люкс-сопровождения, когда вы встречаетесь каждую неделю, там, и, то есть, зависит от того, что человек хочет, да, ну, что-то. Ну, я иду народжувати, я хочу индивидуально, чтобы меня оберегали приблизительно ценовая политика. Ну, порядка 100 долларов, ну, это приблизительно, да, ну, и опять-таки, когда вот к нам приходят пары на курсы, мы вот общаемся, обсуждаем, очень часто хотят услышать, а какой роддом, а какого врача вот выбрать, вот все очень хотят выбрать врача, хотя на самом деле, на самом деле нужно понимать, что вы приезжаете в роддом, там есть дежурная смена, может, даже тот врач, которого бы вы хотели, чисто теоретически, и он все равно окажет вам всю необходимую медицинскую помощь, если такая будет. То есть, вот это вот мнение, что у нас существует, нужно обязательно договориться с врачом, и он будет вот меня держать за руку, он будет мне всем... Ну, это не так, то есть врач будет просто выполнять свои функции, точно так же, как и любой другой. И вот на курсах очень часто пары приходят к мнению, что, возможно, лучше, да, оплатить услуги доллы, которая 100% времени будет, да, находиться вместе с роженицей. И проконтролирует того самого лікаря, что все было нормально. Ну, конечно, ну, скажем, проконтролировать это громко сказано, но да, 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 то есть подскажет, да, даст какую-то информацию, что происходит, потому что у нас, к сожалению, ну, очень часто не привыкли общаться и рассказывать рожающим девочкам, а что вообще происходит. Просто очень и низкий уровень подготовки, и информационной, да, подготовки, поэтому врачи просто как бы привыкли выполнять свою работу. Вот, а вот когда приходит роженица, там, или семья пара, и они хотят слышать, а зачем, а почему, вот, то этого часто не происходит, не готовы наши врачи. Классно, дякому вам, вы открыли для нас, что это за профессия, мы сподіваемося, сертификованных долл будет набагато больше у нас в Кировограде. Это нужные люди. Да, я тоже надеюсь. Очень нужные люди. Давайте уже, начинайте выкладывать, давайте на вугалусе открывайте. Это еще рано, но, конечно же, да, я тоже надеюсь, что сертифицированных долл будет больше, потому что работы много, рассказывать нужно много, и очень... Вас одной на многих не хватит, мне кажется, это очень сложно будет и тяжело. Спасибо вам большое за ваш труд, а мы вернемся после небольшого клипа.